Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, видели, в прошлом видосе сделал себе пескоструйный аппарат из газового баллона, автомобильного газового баллона. В этом видосе покажу, что я немножечко тут доработал для удобства. Ну, облагородил его, оккультурил, так сказать. Кому, мужики, интересно, смотрите видос до конца. Как говорится, хорэ-ля-ля. Погнали! В общем, оставалась у меня краска синяя с трактора. Как раз хватило на баллон и еще даже чуть-чуть осталось. В общем, решил покрасить крышку в черный, баллон в синий. Вот как-то так. Из доработок, друзья, из доработок сделано открывание крана вот этого, который внизу через систему рычагов, простейшую, друзья, систему рычагов, вот вывел. Как под ногу открывание крана, так, друзья, и под руку. Закрыто, открыто. Есть куча регулировок, регулирующие положение открытия вот этого вот рычага, от этого шара. То есть, можно подобрать будет под себя нужную дозировку и не заморачиваться каждый раз, ловить этот момент. Все это дело выглядит вот так. Одна тяга сюда идет в шахматном порядке на сверленные отверстия здесь. Пока вот гайки не ставил, покажу, как перекидывается, как влияет перекидка тяг на открытие крана. Здесь сделано по-простому. Здесь ручка упирается, специально сделана. Прошлось потом еще подгинать ее, чтобы она упиралась в эту ручку и ограничивала ход вот этой педали, чтобы нельзя было его открыть дальше. Закрыть можно, а дальше открыть при определенных настройках нельзя было. Также можно закрыть ногой, поднять вверх, также открыть рукой, закрыть. В общем, сделал ее с этой стороны специально, вот так вот, именно, потому что, когда вот положишь этот баллон, это же и ручка, это же и подножка, вот, чтобы этот рычаг прятался, я еще покажу сейчас, и не мешался. В открытом положении, понятное дело, баллон стоя, в рычаг сюда, никак не мешается. Сейчас вот, на мой взгляд, стоит, вот сейчас вот кран закрытый полностью, на мой взгляд, стоит вот, как-то вот, не знаю, еще не пробовал, в общем, буду работать, друзья, подберу настройки определенные, как меняется положение, да, вот, путем перекидывания вот этой вот тяги, вот она, видно, да, если ее поставить в самое крайнее положение, вот сюда, и, соответственно, нажать рычаг вверх, либо ногой, нажатие педаль, кран открывается, друзья, полностью, при этом, педаль проходит здесь, вот, и ногой можно так же нажать, так же, что он и закрывается полностью, друзья, сейчас покажу, хоть педаль уходит туда, но спокойно, можно нажать, ногой, и кран полностью откроется, при этом, вот рычаг здесь, я выскочил, без гайчик пока, перекидываю, вот, ну, соответственно, закрыть, нужно просто нажать либо рычаг, потому что под педаль не подлезешь, вот, как-то так, если не нужно полностью открывать кран, ну, можно как-то перекинуть вот эту тягу, и краник уже будет открываться не до конца, а сюда, соответственно, это положение кран еще прикрывается, на этом положении, друзья, кран еще прикрывается, на этих вот положениях, чуть-чуть, которые дальше, кран еще прикрывается, это вот полностью открыто, а закрывается, друзья, полностью, то есть, чтобы не угадывать, вот эти вот моменты я сделал вот это вот оно же ограничение она же друзья 5 перерелся телефон она же рычаг вот то есть дозировка песка будет каждый раз одна и та же то есть открываться кран при работе просто достаточно нажать на педаль рычаг здесь уперся до упора кран открылся ровно настолько насколько ему нужно никаких проблем также поднял либо ногой либо рукой при этом не нужно нагинаться не нужно угадывать все эти моменты я думаю очень нужная и полезная настройка вот как то так все это размечал интуитивно сначала просверлил она была чуть длиннее потом уже обрезал подрезал так чтобы все это дело проходило вот как-то так потому что если вы просто педалька было и как-то надо было бы возвращать ограничивать угадывать вот вот этой вот с этим рычагом как бы эта проблема решается сама по себе с ограничителями и всеми друзья делами вот как-то так вот как-то так никаких пружин ничего единственное нет у меня гаечек с капроном пока законтрил две чтоб она не так болталась буду в магазине куплю с капроном такие вот чтобы они не сами не откручивались да еще просили показать как я там фиксирую сопла мужики тут очень все просто просверлено двенадцатым сверлом короче так проходила свеча и поставлю поставил две резинки подходящим размеру так чтобы они вот и налазили сюда плотненько одной мало вот они тоненькие одной мало две в самый раз вот так вот ставлю здесь они вот как раз здесь одеты здесь они проходят можно сказать плотничком запихиваю и она не вываливается сама соку дальше у меня шайбочка вот такая которая прижимает все эти момент ну и так проточил можно взять было обычную шайбочку сейчас покажу вот такого плана можно тоже взять шайбочку чтобы она вот так вот становилась без разницы она вот здесь зазорчик как раз она на пружинах на резинках на пружинах на резинках чуть-чуть их подожмет совсем чуть-чуть не здесь не обязательно просто вкидываю сюда шайбоку вот и вот и здесь можете вот так вот закручиваем от руки не знаю там видно не видно будет наверное не видно на трубку снять сопло открыто полностью при этом она никак не болтается плюс она также держит воздух ну даже если чуть-чуть будет симфонит и весь воздух основной идет через него там говорили большое отверстие но и поменьше что-то писал сейчас стримера поменьше отверстие где-то у меня есть попробую и стример может с бензопилы может еще с какого двигателя такого а так меня такая вот шайбу она чуть потолще и она по размеру проточена как раз это не сдвигалась друзья то чуть-чуть посвободнее это вроде как самый раз и она чуть-чуть потолще также не закрывает не перекрывает в общем вот такие дела две резинки и болтанки болтанка уходит ничего тут особенного даже если песок сюда попадет он пойдет не дальше резинок ничего страшного в этом нет все от руки все от руки вот как-то так здесь краны защищены этой ручкой от ударов от всяких всевозможных там воздействий также вот давайте покажу ставится на землю педаль до педали здесь место еще предостаточно до ручки также тут место предостаточно до крана место предостаточно это если вдруг придется когда-то его перевозить вот этот песок это песок с баллона вот с этого вот в прошлом видосе видели да там чуть больше пол ведра песка было в итоге израсходовала я где-то половину были эксперименты да и половина как раз осталась в баллоне по над стенками вот я его высыпал здесь в щели по заметаю когда-то заметал все оно повыметалось уже в общем лишним не будет вот такие дела но для этого пожалуй друзья все на гаечке наживлю и уже до следующих испытаний как-то так не ну кайфарики кайфарики все друзья всем пока с вами был Санек такой вот коротенький видосик кому понравилось доработка я считаю нужна доработка обязательно оцениваем кто будет делать обязательно делайте вот такую штукенцию я так понимаю она очень мега удобная очень мега удобная как-то так